Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь! Слава Господу за прекрасную возможность иметь общение с народом Божьим и, конечно же, со Словом Божьим. И действительно прекрасные слова этой песни, гимна, которую мы с вами пропели. Благословение приходит тогда, когда мы исполняем, правда? Дорогие братья и сестры, я хотел бы представиться, хотя я уже где-то неделю здесь с вами, мы каждый вечер встречались, вот было встречи с семьями, и темы у нас были, но все же я думаю, что большинство не знает. Меня зовут Алексей, фамилия Иванов, я приехал из Украины, из города Запорожье, откуда и наш пастырь. Вот там я несу пастырское служение, и наша церковь, она небольшая, меньше, чем ваша, у нас чуть больше, 84 у нас члена церкви. Вот, и мы тоже, как и ваша церковь, очень дружные, очень такие, знаете, любим Слово Божье, и поэтому всегда приятно быть где-то и чувствовать вот эту вот такую братскую, домашнюю атмосферу. Поэтому чувствую здесь вот вместе с вами все эти дни и сегодня, и очень благодарен за это Господу. Также, братья и сестры, я работаю в Ирпенской библейской семинарии, это моя работа, там я преподаю, я преподаватель Ветхого Завета и Истории Христианства, и в частности, по этой причине нахожусь сегодня в Америке. Здесь у вас колледжи, также вот веду некоторые предметы в Массачусетсе и Вирджинии. Вот, и поэтому была возможность вот приехать и вместе с вами иметь это общение. Ну, а служение в братстве, в братстве евангельских христиан-баптистов. Братья доверили, вот с марта прошлого года я являюсь ответственным при ЕХБ, в СЦ ЕХБ Украины за служение детям-сиротам и приемным семьям. Вот это наш социальный комитет, наш логотип, наше служение, вот наш сайт официальный, где вы можете зайти, глянуть, увидеть, убедиться, вот кто там трудится и как. Или на самом нашем сайте ВСЦ ЕХБ тоже можете увидеть. То есть, вот это то, что касается такого вот представления. Вы знаете, всегда, когда где-то мы бываем, наш президент Союза украинских христиан-баптистов, Валерий Степанович Антонюк, всегда просит, братья, передавайте сердечное приветствие церквам. Поэтому я пользуюсь этим случаем, передаю от нашего Союза евангельских христиан-баптистов и президента сердечное приветствие вам. Братья и сестры, тема, которую хотелось бы вот сегодня затронуть, она, ну, знаете, очень беспокоит не только меня лично. В моей семье воспитывается пять приемных детей, вот, и наша семья в этом служении служит, и приемные семьи, которых я тоже, в принципе, вот здесь представляю, когда не несу преподавательское служение. Их довольно много у нас в Украине, в нашем братстве, и мы сердечно благодарны Господу за то, что есть такая возможность. Но вы знаете, тема сиротства, вопрос сиротства, это, знаете, вопрос, который не охватывает только одну Украину. Сегодня в Украине по статистике около 100 тысяч детей-сирот. Но если возьмете рядом ближайшие страны, например, Россия, 700 тысяч сирот, Белоруссия, 36 тысяч сирот, Молдова, маленькая Молдова, которой всего 4 миллиона жителей, где-то получается, наверное, полтора миллиона вообще там сейчас не проживают, а находятся на заработках, то вот на все это количество 107 тысяч сирот, 107 тысяч детей-сирот, Казахстан 26 тысяч сирот. То есть это то бедствие, это та проблема, которая сегодня есть в этих странах, откуда мы с вами приехали или где мы проживаем, кто-то из нас. И эта тема, она, мне кажется, очень важна нам для того, чтобы мы как-то держались в курсе вот тех переживаний, тех молитвенных нужд, которые есть у нас. И поэтому я тоже сегодня вместе с вами хотел бы открыть Слово Божие. У вас есть эта тема на экране, у вас это место Священного Писания. И хотел бы вместе с вами поразмышлять. И пока мы открываем, я хочу сказать, что мы все, где бы мы ни были, в какой бы мы стране ни жили, будучи христианами, имеем одну цель – быть похожими на нашего Господа. Правда? Вы согласны со мной? То есть мы хотим быть похожими на Господа. И знаете, хорошо, когда мы ставим цель быть похожими на Него в святости, быть похожими на Него в любви. Как мы слышали сегодня, быть похожими в дружбе, быть похожими в… Вот первая проповедь была о том, как Христос противостоял и вот этим искушениям дьявольским. И мы хотим подражать нашему Господу. И об этом мы молились уже сегодня. И мы хотим быть действительно похожими на Него в этом. И познавая нашего Господа, мы находим очень много в Библии качеств, которыми Господь характеризует себя. И эти качества очень важно, чтобы тоже каким-то образом отображались в нашей жизни. И вот одно из таких качеств или характеристик, которые написаны в Библии о самом Господе – это вот то, что записано вот здесь. Здесь мы видим с вами в Псалме 67, 6 и 7 стихи. Очень легко место для запоминания – Псалом 67, 6 и 7 стихи. Но в английской Библии это будет, наверное, 68-й Псалом. Что мы читаем здесь? Мы читаем такие слова. «Отец – сирот, и судья – вдов Бог во святом своем жилище. Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Братья и сестры, три таких характеристики здесь хочу подчеркнуть для нас с вами о нашем Господе. Первое, что мы здесь читаем, посмотрите, вот в 6 стихе здесь написано «Бог – отец – сирот». Бог – отец – сирот. Конечно же, там написано, что он и судья – вдов. Я прошу прощения, может быть, у тех, кто является вдовой или вдовствует. Друзья, я не могу сегодня эту тему взять, хотя вот недавно был в Массачусетсе, там был брат, с удовольствием познакомился, который здесь из Америки служит вдовом и в Молдове, и в Украине, и очень было хорошее общение, слава Господу, прекрасное служение. Я хотел бы вот затронуть только вот этот момент, и вот здесь Господь говорит, что он – отец – сирот. Вы знаете, это такое очень серьезное заявление. Почему? Потому что, знаете, когда я вот читаю о нас, о верующих, там ведь тоже написано, что мы – дети Божьи, правда? И я как-то подумал, ну если мы – дети Божьи, нас Бог называет своими детьми, и сиротам он говорит, что я – отец – сирот, то тогда получается, что мы – христиане, мы – дети Божьи, тоже в каких-то отношениях являемся вот или находимся с вот этими обездоленными категорией детей. Какая-то есть ответственность, что ли? И вот самая, может быть, проблемная часть вот этого вот стиха, у меня всегда был вопрос, ну хорошо, Господь говорит, что он – отец – сирот, но дальше он пишет, смотрите, он во святом своем жилище. И у меня всегда возникал такой вопрос, но если Бог находится во святом своем жилище, то тогда каким образом Он осуществляет здесь, на земле, свое отцовство? Вы знаете, Господь как-то дал мне это понимание, каким образом сегодня Господь совершает свое отцовство для детей-сирот на этой земле. Как-то я слышал такой пример, записанный, я так понял, в печати христианской, что в одном городе до войны находилась статуя Иисуса Христа, которая изображала нашего Спасителя с протянутыми к миру руками. И вот во время бомбежки, когда началась война, отбиты были эти руки осколками. Когда закончилась война, город стал думать, а что же делать с вот этой скульптурой? Как-то руки приделать или, может быть, знаете, новую скульптуру отлить? Ну и, как всегда, пока решается у нас долго и все думается, кто-то ночью на памятнике написал краской. Не подумайте, что я призываю кого-то рисовать краской где-то ночью, ничего подобного. Но было написано так, христиане, мы его руки. И, братья и сестры, я понял, что сегодня Бог совершает свое служение на земле через своих детей, через нас, через христиан. Сегодня Он говорит нам о том, что мы должны каким-то образом сосредотачивать свое внимание на тех обездоленных людях, таких, как сироты, таких, как вдовы, такие, как, может быть, страдающие, может быть, те люди, которые находятся под очень серьезной властью греха и прочее, и прочее, и прочее. То есть Бог осуществляет свое служение через детей. Я подумал, что это происходит таким же образом, как в моей семье, например, наши отцы с женой. У меня жена Татьяна, у нас пятеро, вот как я сказал, детей. И они, отцы, уже отошли в вечность. И так получается, что я получаюсь в семье старшей. И многие вопросы, касающиеся наших семей и семьи сестры, моей жены и моей сестры, они как бы стекаются ко мне. И мне приходится, как старшему мужчине, решать эти вопросы. Приходится где-то что-то делать, чего-то добиваться, куда-то ездить, за что-то отвечать. То есть есть некая ответственность, которую Господь возлагает. Братья и сестры, мне кажется, что вот некая ответственность за судьбы этих людей лежит сегодня и на христианстве. Удивительно осознавать, что, вы знаете, например, в мусульманском мире, несмотря на то, что есть сироты, нет таких явлений, как сиротские дома. Или же в Израиле точно так же есть такое явление, как сиротство. Но когда появляется какой-либо сирота, то стараются взять его в иудейскую семью. И когда мы смотрим на сегодняшнее наше положение и видим, как мы, христиане, вот что мы имеем, и я перечислил уже вот эти проблемы, то мне кажется, что эта проблема должна побуждать нам что-то делать, какой-то вызов бросать. И поэтому, когда мы читаем вот это место Священного Писания, Бог говорит о себе, что Он отец-сирот. Вы знаете, мне нравится очень одно место Священного Писания. Это место Писания записано в книге Иова. Сегодня мы говорили о страданиях, об искушениях. И вы знаете, когда этот человек попал в великие страдания, когда он очень серьезно заболел, когда он лишился своего родства, как детей своих, когда он лишился имущества и лишился, в конце концов, здоровья, вы знаете, он стал пересматривать свою жизнь, и он стал размышлять, я думаю, как и мы все с вами делаем, когда попадаем в какие-то обстоятельства, все ли в моей жизни в порядке. И вот интересно, что человек, который не был христианином, человек, который даже не имел закона, написанного такого, как закон Моисея, обратите внимание, что говорит о себе. Я хочу вот процитировать для вас, прочитать это место Священного Писания, 31 глава 17 стиха написано, Иов, анализируя свою жизнь, говорит так, «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил». Братья и сестры, мы видим с вами, что Иов, праведный Иов, положил на своем сердце быть человеком, рядом с которым сирота будет чувствовать себя, что он отец. И именно об этом говорит наш Господь, когда говорит он, что он отец-сирот. Он использует сегодня своих детей для помощи этим обездоленным детям. Братья и сестры, то служение, которое несу в Украине, я считаю большой честью, потому что мне приходится иметь дело с очень многими людьми, христианами, которые посвятили свою жизнь детям-сиротам. И среди них есть те, кто молится, и среди них есть тот, кто жертвует, и среди них есть те, кто посещают интернаты и трудятся там, и среди них есть те, которые берут этих детей в свои семьи, и бывают такие проблемы стекаются к тебе, люди звонят ночью, говорят, спрашивают совета, как-то вот просят помолиться, просят поддержать, и ты понимаешь, что Бог сегодня свое отцовство совершает через детей своих. Братья и сестры, но в этом месте Священного Писания мы читаем, что не только Бог отец-сирот, посмотрите, Бог еще и опекун-сирот, то есть Он заботится. Вы знаете, в этом мире есть отцы, которые не участвуют в воспитании своих детей, и это большая трагедия сегодня этого мира, но Бог не такой. И в седьмом стихе мы читаем, посмотрите, в седьмой стих Бог одиноких вводит в дом. Дорогие братья и сестры, у Бога есть программа для сироты, и эта программа не заключается в том, чтобы просто принести ребенку какие-то игрушки, подарить какие-то конфеты. Знаете, мне вот в служении, я считаю, вот самое такое неприятное для меня это дело, вот некомфортное, так лучше, наверное, сказать, это посещать интернаты. Почему? Потому что, ну, в интернат легко зайти, и ты берешь подарки, ты берешь сладости, ты берешь все, что необходимо, и идешь туда. И там ты общаешься, там ты раздаешь, ты фотографируешь, ты смотришь, как дети радуются. Но наступает один момент, когда тебе надо уходить. И вот здесь начинаются проблемы, потому что они начинают крутиться возле тебя, они начинают хватать тебя за руки, за ноги, спрашивать, а не за ними ли ты пришел. А когда ты выходишь оттуда, то ты спиной чувствуешь, что они прилипли к окнам там и смотрят на тебя, и ты все время думаешь, что ты чего-то не сделал в своей жизни, что-то не так, оно идет как-то, оно неправильно. И я низко склоняюсь перед теми братьями и сестрами нашего особенно братства, которые посвятили свою жизнь для того, чтобы эти дети не были там, а были в семьях. Потому что искренне верю, что Бог отец сирот, и Он хочет, чтобы дети жили в семье. Вы знаете, в этом мире есть очевидные вещи. Ну какие? Вор должен сидеть где? В тюрьме. Больной должен находиться где? В больнице. А где должен находиться ребенок, братья и сестры? Где комфортно ребенку? Где он возрастает? Где он формируется как личность? И где он познает Господа? Конечно, в семье. И вы знаете, Бог удивительным способом приводит детей в семью. Я хочу познакомить вас со своей семьей. Вчера я немножко с семьями мы разговаривали, я немножко рассказывал. Но вот расскажу, вот они наши пять детей. У нас нет своих детей, все наши дети это усыновленные дети. Вот, носят нашу фамилию, наше имя, которое мы им дали. И первый в нашей семье был мальчик, четыре месяца было ему, три с половиной точнее, когда мы впервые его увидели. И когда я помню, я был на работе, жена первая пошла его увидеть, потом она звонила и плакала мне в трубку и говорила, что у него такой медицинский список, что я даже не представляю, что мы будем делать. Когда нам его давали, они говорили, ну, не берите его, потому что, ну, этот ребенок, если вы не богатые люди, то вы его не выходите. Но у нас богатый отец. И мы видели, что это воля Божья, взяли этого ребенка, и вот тут он уже немножко больше, ему больше месяцев. Вот, а сейчас он вот такой мальчик, 12 лет, прекрасно играет на скрипке, занимает различные конкурсы. Бог убрал многие из тех диагнозов, которые были у него, и очень серьезных диагнозов, и явил такую милость к нему. Вот мама его, бомж, она выносила его в теплотрассе зимой, весною родила его, оставила в роддоме, и потом вот оттуда мы уже забирали его. Вот так Бог ввел его в наш дом. Следующий мальчик вошел в наш дом 10 лет, потому что однажды, 31 декабря, мы собрались с нашими братьями-пастырами на молитву пастырскую, чтобы помолиться, поблагодарить Господа за год уходящий, попросить что-то в новом году. И вот один из братьев, кто несет служение в интернатах, говорит, есть мальчик, который, вот, поведение у него не очень, кого-то детей в Америку, кого-то в Италию забрали, кто-то по семьям разобрали, а он там вот один, в общем-то, почти остался. И говорит, найди какую-то семью, которая может взять ребенка на каникулы зимние. Ну, я позвонил, конечно, жене, спросил, мы решили его взять, вот, и потом мы уже его, ну, отдали, но сердце уже было прилеплено, и мы его забрали из интерната, он был очень трудный, у него был очень трудный процесс его подросткового периода, очень много мы страдали, иногда уже настолько опускались руки, что я думал, ну все, я уже этого не выдержу, или жена моя так думала, поддерживали друг друга, вот, иногда ободрялись тем, что кто-то позвонит нам и расскажет еще о больших проблемах, вот, но слава Богу, сегодня это хороший ребенок, хороший мальчик, ему 21 год, он уже живет отдельно, посещает церковь, серьезно думает о покаянии, и мы верим, что Господь даст ему рождение свыше, просим вас молиться об этом, вот, конечно же, осознал и пересмотрел всю свою жизнь, и сегодня очень дружен с нами, и постоянно находится у нас в доме, и очень любят дети, но вот таким образом он попал в нашу семью. Когда мы оформляли Володю соцслужбы, я спросил, у них нет ли у них ребенка еще, может, девочки и прочее, она сказала, что у нас есть ребенок, мама которого работала на полях корейских, родила его, а утром, после того, как мы узнали ее диагнозы, с открытым туберкулезом, мы направили ее в областной центр, а дитя так и осталось, оттуда она убежала, где что, и вот месячного ребенка мы попросили, службы отдали нам, и пока мы оформляли документы, вот такая красивая девочка сегодня растет, ей 10 лет, Господь по милости вел и подарил нашу семью. А вот это ребенок, я вот, знаете, слышу вас тут очень тихо, это потому, что Симы нашей нету, уверяю вас. Если бы Сима была тут, видите, она даже в фотоаппарат чуть ли не влезла. Ее вхождение в нашу семью было так, что нам позвонили соцслужбы, сказали, Алексей Михайлович, мы знаем, что вы люди верующие, не перебираете детьми, у нас есть ребенок, которого уже неоднократно смотрели, а так как у нее кожное заболевание, то, ну, как бы не имеет она товарного вида, и поэтому возьмите ее к себе, поедьте, посмотрите, я говорю, ну, что там смотреть, мы берем. Нет, вы поедете, ну, мы поехали, и вот такая вот девочка, ну, теперь вот она такая вот красавица, находится в нашей семье, и мы благодарны Господу за то, что вот таким вот удивительным образом мы не искали ее, но Господь вел в нашу семью. А вот эту фотографию я сделал, когда впервые мы познакомились с мальчиком, которого соцслужбы нашли, они посещали неблагополучные семьи, и в одном заброшенном доме, таком вот, знаете, где живет такая семья алкоголиков, они зашли туда, потому что им нужно было иметь контакт с родителями, думали, что они пьяные, зашли туда и увидели, что никого нет, а когда они чуть присмотрелись, услышали какой-то шорох, и за диваном, между диваном и окном, они нашли мальчика, который лежал, и который почти не подавал уже признаков жизни, никто не знал, сколько он не ел, сколько не пил. Когда Богдан попал в нашу семью, Таня шутила, говорит, у нас Богдан ест один раз в день, но целый день. То есть мы прятали от него пищу и прочее, сейчас все нормально, но тогда было так. Но я сделал эту фотографию, когда со всеми детьми мы приехали к нему знакомиться, что меня поразило, вот в доме малютки, что ребенок полтора часа все провел на руках у моей жены, вот с таким вот лицом. И когда он попал в нашу семью, вот буквально через две или три недели я сделал следующую фотографию. И, ну, такое впечатление, что это два разных человека. Почему? Потому что ребенок должен жить в семье. Сегодня это хороший, прекрасный мальчик, пошел в этом году в первый класс. Вот, это наша семья, и она молится о том, чтобы Господь благословил других детей и сирот, молится об этом сегодняшнем служении, чтобы у нас с вами было хорошее общение, передает тоже приветствие. Вот, и очень благодарны Господу за то, что судьба этих детей уже решена, за то, что Господь вел их в дом, и теперь это дети, которые любят, знают Господа, и дети, у которых есть будущее. Братья и сестры, но еще, как я сказал, в Украине есть 100 тысяч детей-сирот, которые будущего не имеют. В Белоруссии 36 тысяч, в России 700 тысяч, в Казахстане 26 тысяч, в Молдове 107 тысяч. Детей-сирот, у которых не так все гладко, как есть вот у этих детей, которых я вам показывал. Поэтому мы нуждаемся, братья и сестры, чтобы вы молились. Молитесь о детях-сиротах, вот этих вот мест всего мира, чтобы Господь проявлял свое отцовство через детей своих, и мы благодарны Господу за то, что можем сегодня что-то сделать, и очень благодарны нашему братству, за то, что братство уделяет достаточное внимание для того, чтобы решать эти вопросы. И вот то, что создан даже наш отдел, это наша была инициатива, родителей приемных, верующих, и мы благодарны Господу за то, что братство всячески помогает нам в этом деле. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сказали, что наш Бог – это отец-сирот. Наш Бог – это опекун-сирот, потому что Он не просто проявляет свое отцовство, но Он заботится, Он доводит этих детей до дома, и уверяю вас, что и будучи уже в домах, Он благословляет те семьи, которые имеют с ними отношение. Мы можем свидетельствовать, как много благословений имеем от того, что Господь вел этих детей в нашу семью. Но еще, братья и сестры, мы читаем здесь, что Господь не только отец, Он не только опекун, но Он еще освободитель. Посмотрите, вот здесь мы читаем с вами, что Он не только вводит детей в дом, написано «освобождает узников атаков». Братья и сестры, мое служение как христианина началось в реабилитационном центре. Я сам бывший алкоголик, и когда стал верующим человеком, Господь освободил меня в 31 год, как-то направил меня на служение наркоманам и алкоголикам в Центре реабилитации. Я два года практически жил с этими людьми. И та церковь, где я несу служение, там тоже реабилитационный центр. Наверное, треть всех наших людей, которые у нас сегодня есть, это люди, которые прошли через вот эти вот репцентры. Некоторые, вот один из пасторов наших, это тот, которого я еще там воспитывал, и вместе мы были в репцентре. То есть я видел много разных зависимых людей. И как пастор сталкиваюсь с разными такими проблемами. Но вы знаете, я понял, что дети-сироты имеют такие проблемы, которые не имеют даже эти люди. Я хочу привести вам официальную статистику, которая существует не только в Украине, хотя я взял это с украинского сайта, но примерно эта статистика работает везде. 70% мальчиков, которые выйдут из интернатов, они сядут на скамью подсудимых. 60% девочек, которые выйдут из интернатов, они будут торговать собой. 60% детей-сирот, которые создают свои семьи, отдадут своих детей в интернаты. И мы уже имеем сирот уже во втором, в третьем поколении. Недавно, вот не так давно в Виннице мы помогали усыновлять вот именно вот из такой вот семьи. Друзья, 15% этих детей покончат жизнь самоубийством. И 80% всех этих детей находятся в той или иной зависимости. То ли алкогольная, то ли наркотическая, то ли химическая, то ли еще какая-то зависимость. То есть практически это дети, которые, выйдя из интерната, их отправляют в мир, где они не знают, чем им заняться. Не так, вот буквально на этой неделе ко мне позвонил один человек, мой друг из Америки, и они помогают там одной семье в Украине. Девочки, это неверующая семья. Но он мне рассказал уже о такой судьбе этого ребенка, вот, которая сейчас уже, будучи еще, по-моему, несовершеннолетней, уже вынашивает своего ребенка. И он задает вопрос, говорит, ну как так, как так, что не успевают эти дети еще выйти из интерната, уже, как говорится, они попадают вот в такие вот вещи. Я говорю, что на каждого этого ребенка стоит несколько уже человек, которые хотят его ввести в то или иное искушение. Братья и сестры, это ужасная трагедия, которая, она разыгрывается в этом мире. И вы знаете, еще в конце 18 века известный публицист Эдмунд Берг сказал такую фразу, которая в прошлом веке, в веке вот двух мировых войн, стала крылатой. Он сказал такую фразу, чтобы в мире процветало зло, нужно всего лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали. Братья и сестры, еще раз повторю, чтобы в мире процветало зло, нужно всего лишь, чтобы хорошие люди ничего не делали. Братья и сестры, я верю, что мы с вами хорошие люди. Не потому, что мы такие, а потому, что у нас такой Господь. Потому что мы с вами тоже были сиротами. Без Бога любой человек является сиротой. Поэтому Бог освобождает нас от всего этого. Он становится нашим Отцом. Он заботится о нас. Христос говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Помните, Он не просто придет к нам, Он заберет нас в наши вечные обители. И Христос сказал, что Я иду приготовить вам что? Место. И когда приду, заберу вас. То есть Он позаботился, Он напекает нас. Сегодня написано, Христос питает и греет церковь. Он все это делает для нас. И, конечно, Он освобождает нас от наших проблем, от наших каких-то черт характера. Он освобождает нас от наших каких-то, может быть, неправильных позиций. Он работает с нами. Он трудится в нашем сердце. И поэтому Он тоже ожидает, что и мы с вами можем что-либо сделать для Него. Мне очень было приятно слышать от вашего пастора, когда мы общались, что вы помогаете тоже детям-сиротам, помогаете, у вас есть помощь и в Белоруссии, и в Молдове, и в Казахстане, и в Украине, братья и сестры. Я хочу ободрить вас, делать и продолжать это делать дальше. Что мы можем сделать? Ну, первое, безусловно, братья и сестры, молитесь. Не думайте, что если мы не молимся, или если мы только молимся, ничего не происходит. Братья и сестры, происходит. Знаете, я помню, как-то однажды мы сидели дома, у нас были гости. Раздался, в 10 часов вечера раздался телефонный звонок. Жена моя подняла трубку, я смотрю, она говорит, а у нее слезы капают из глаз. Я подумал, может быть, что-то случилось с нашими мамами, они уже старенькие. Потом она положила трубку, когда она сказала, Леша, звонила одна приемная семья, это из другого города. У них 5 своих, 5 приемных. Одну женщину с двумя детьми алкоголичку они взяли к себе в семью, потому что она уже абсолютно пропадала. И еще две девочки взрослых дружили с их старшими приемными и жили практически у них дома, потому что неблагополучная семья у них. И вот она говорит, звонила мама этой семьи и сказала, у них нечего кушать. Братья и сестры, я не знаю, знакомы вы ли с такой проблемой здесь, чтобы нечего было кушать. Но вот и мы, в принципе, там уже, знаете, живем более-менее так вот, и у них нечего кушать. Братья и сестры, что вы делаете, когда не знаете, что делать? Молитесь, правильно? И мы так молимся. Я говорю, давайте помолимся. Только мы помолились, только я сказал аминь, раздается звук месседжера, я открываю его, и там одна сестра из Денвера пишет мне, Леша, высылаю тебе 100 долларов. Найди семью, которая очень нуждается в деньгах. И уже через несколько минут эта семья имела на своем счету деньги. Бог заботится, Бог посылает, когда мы молимся, когда мы переживаем, когда мы что-либо делаем. Братья и сестры, сейчас наше братство сделало такое, знаете, проект мы сделали, помощи приемным семьям, которые находятся в очень такой, знаете, серьезной, ну, ситуации. Может быть, детки больные. Потому что государство помогает некоторым формам, которые берут детей в свои семьи. Но когда происходит какое-то ЧП, так называемое, ребенок заболел. Вот сейчас вот недавно одной девочке мы собирали, и слава Богу, что братья и сестры с Америки откликнулись, нужно было 4600 долларов только на операцию девочки, ей 14 лет, она из-под Одессы, и у нее рак головного мозга, то есть опухоль головного мозга, и нужно было делать операцию. И вот я уже, будучи в Америке, уже все, мама написала, что операция делается. Несколько раз откладывались, и Бог находит. И мы вот берем такие семьи, знаете, когда я приезжаю вот на преподавание сюда в Америку, обычно я предлагаю братьям и сестрам, и вот летом, когда я был, 17 вот таких семей взяли на такую, знаете, регулярную поддержку. Вот это письмо, которое официально заверено нашим президентом Союза и руководителем социального отдела, что у нас есть такое служение. И я предлагаю несколько семей, если ваше сердце будет расположено. Есть семьи, которые очень нуждаются в помощи. Вот эта семья, она живет в селе Терпение Запорожской области. У них 10 приемных детей, одна девочка страдает аутизмом, она усыновлена. И очень много эта семья вот тратит, у них очень большие, больные, извините, детки, и они очень много тратят времени, и не всегда хватает этих средств, живя в селе. Часть детей у них усыновлена, часть вот они опекают, поэтому это нуждающаяся семья, семья Сарбаш, вот вы видите. Если будет расположена семья, чтобы помочь. Вот семья из Ровна, вот девочка Ева, которой тоже мы немножко уже помогали, эта девочка, у нее церебральный паралич. Где-то на ее лечение в год, это только чтобы была стабилизация и немножко улучшение, то есть не прошло никакого такого регресса, нужно около 3000 долларов, чтобы лежать в специализированной клинике на Западной Украине. Вот, и мы тоже вот как-то вместе с семьей молимся, хотим, чтобы как-то вот была какая-то помощь для них. Семья Букевич, они из Донецкой, Луганской области, Саша из Донецка, это они из Луганской области, создали семью, сейчас они вынуждены жить под Ирпенем. Мальчик ихний, вот так вот они живут, кстати, им предоставили дом, но там ничего нет, вот так спят их детки. Вот уже немножко мы кое-что достали, кое-что купили, какие-то кровати. Вот мальчик у них, у него очень серьезная болезнь, я не буду говорить, потому что, ну, есть нюансы, поэтому, если захотите, подойдете, вот я расскажу, дам их адреса, дам их контакты, чтобы вы могли связаться и лично их поддерживать и знать о них, какие у них есть нужды. Семья Белоусовых, 10 детей у них, вот мальчик, у него сейчас очень серьезные проблемы с кожей, псириаз, его лечат, и они обратились, просят помощи, потому что не хватает средств для того, чтобы лечиться. Семья Дробаха, они сгорели, один из детей подпалил помещение, и вот все у них было вот такое сгоревшее, и вот детки вот сейчас вот спят, вот посмотрите, на таких вот кроватях, диванчиках, они тоже нуждаются в такой помощи. Поэтому, если будет сердце расположено, я дам вам их контакты, дам их все эти, и вы можете напрямую. Сейчас мы имеем через одну американскую миссию официально возможность переводить средства не через Вестер Юнион и Монегреем, а через миссию. Немножко теряется, но зато тоже стабильно, и это засчитывается в налоге, поэтому, если кто-то из вас тоже будет расположен к тому, чтобы помогать, то, друзья, будем очень благодарны и рады. Братья и сестры, итак, когда мы говорим о том, что наш Бог – отец-сирот, о том, что наш Бог – опекун, он – сирот, и о том, что он – освободитель – сирот, конечно же, мы говорим о том, что прежде всего мы сами лично испытали это благословение на себе. И теперь Господь хочет помочь нам, хочет дать нам возможность, может быть, и мы, чтобы что-либо сделали в этой связи, поэтому пусть Господь благословит нас в этом. А уже заканчивая, я хочу сказать и обратиться, вот немножко, может, с таким практическим применением, хочу вот к деткам обратиться, нашим. Детки, цените своих родителей, благодарите Господа за то, что у вас есть родители, за то, что вы накормлены, напоены, за то, что вас любят, за то, что они у вас есть. Это очень важно, потому что некоторые дети, сто тысяч детей только в Украине, они хотели бы кого-то назвать мамой и папой, хотели бы кого-то обнять, хотели бы, чтобы кто-то за них помолился, но не имеют такой возможности. хочу сказать молодежи, чтобы вы продолжали участвовать в тех прекрасных проектах, которых вот я слышал, когда вы ездите и помогаете тем людям, которые особо нуждаются, поддерживайте их, продолжайте это делать, это очень важно для всех тех людей, где бы они ни были, в Белоруссии, в Казахстане, в Молдове, в Украине или в других каких-то местах, это очень важно, поэтому пусть Господь благословит вас, чтобы вы все свои молодые усилия тратили не на то, чтобы, знаете, самим тут в жизни обосноваться, но чтобы и было у вас что-то, чтобы вы могли эту часть подарить тем детям и людям, которые обездолены. Продолжаю, как бы, вот ободрять и церковь вас, молитесь, братья и сестры, о вот сиротах, которые есть сегодня в мире, пусть Господь положит нам на сердце для того, чтобы мы, может быть, могли чем-то, что-то сделать для того, чтобы и самим тоже поучаствовать в этом. Ну и пусть Господь благословит, дорогие братья и сестры, вот тех людей и тех наших родных и близких, кто еще не знает Господа, кто еще не с Господом. Я хочу в заключении сказать одну такую фразу тем, кто может быть среди нас, есть, кто еще не в мире с Господом. Может, был с Богом и упал, и отошел от веры, от Бога, от церкви. Я хочу вот это место, вот из этого же седьмого стиха обратить внимание, посмотрите, Он освобождает узников от оков. Но там дальше написано, они покорные остаются в знойной пустыне. Дорогие друзья, на какой стороне быть сейчас, быть ли с Отцом, который любит, который благословляет, который хочет вести по жизни, зависит сегодня от вас. Зависит от того, насколько вы покаетесь пред Богом, насколько вы захотите, чтобы Он управлял вашей жизнью. И Писание призывает нас к этому. Писание говорит о том, чтобы мы шли к нашему Отцу, и чтобы к Нему мы приносили все наши трудности и беды. И поэтому, если сегодня среди нас есть кто-то, кто чувствует, что он в этом мире сирота, нету Отца, я имею в виду вот в духовном смысле, Господь хочет сегодня стать вашим Отцом. Кто чувствует, что он не может в этом мире, знаете, вот, не хватает, может, где-то мудрости в каких-то вопросах, Господь хочет стать вашим опекуном, Он хочет заботиться о вас, Он хочет давать вам мудрость, совет вам в тех жизненных обстоятельствах, которые часто возникают, и мы не знаем, что делать. И те люди, которые находятся во власти греха сегодня, Господь хочет освободить. Он хочет сделать вас свободными, чтобы вся ваша жизнь, она принадлежала Ему, и чтобы вы могли трудиться для Господа и прославлять Его. Поэтому, если среди нас есть такие люди, то выходите, молитесь, молитвой покаяния, или с места, где вы находитесь, молитесь, и Господь услышит и спасет вас. А мы, братья и сестры, вот слыша о том, что наш Господь Бог, Он является отцом-сирот, Он является опекуном этих обездоленных детей, и Он является освободителем грешников от их бед и проблем, давайте помолимся, давайте возблагодарим Бога, давайте прославим Его за Его благодать и за Его милость к нам. Аминь. 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 Продолжение следует...